Я вдруг подумал о том, что так и не записал финального ролика по переводу Ромео и Джульетты, который я завершил, но чтобы как-то подвести итог вообще, к чему я пришел в ходе этой работы и какими открытиями лично для себя я закончил этот перевод. Ну, короткая предыстория для тех, кто впервые слышит о том, что в принципе такая работа велась. Непосредственно работа с текстом длилась лет 10, с перерывами и с уходом на текст Гамлета, но в конце концов, сделав, наверное, три попытки перевода текста совершенно с разными подходами и с разными задачами, в конце концов четвертая попытка мне удалась, сложилось много факторов, из которых чрезвычайно важным был фактор того, что общественный интерес к этой работе оказался настолько высок, что люди заранее заказывали мою книгу, позволяя мне таким образом не останавливаться в своей работе и довести ее до конца. Разумеется, что текст будет видоизменяться и будет оттачиваться, и много вещей даже в ходе видеопрочтения, которые я недавно записал, мне показались важными для того, чтобы их поменять и сделать более благозвучными, но самое важное, какую задачу я перед собой ставил, это была задача завершить истории персонажей, каждого в отдельности и в целом всего произведения для того, чтобы получить целостную картину. Меня всегда упрекали на лекциях по Ромео и Джульетте за то, что я рассказываю о том, как это должно быть, какой великий смысл там заложен, а прочесть этот смысл невозможно, потому что он живет у меня в голове. Теперь он живет не только у меня в голове. Для тех людей, которые соберутся читать мой текст, я скажу, что чтение текста пьесы, вот в том виде, в котором он пишется, в классическом варианте, оно несколько непривычно, потому что в пьесе мы читаем только диалоги. У нас нет описания того, как выглядит герой, того, что он думает, что он чувствует, какие у него есть сомнения, какое у него настроение. Мы видим только фразы диалога. Ну, например, Ромео провел с Джульеттой вместе ночь, и на утро они расходятся. Вот сцена, когда на утро они прощаются, и Ромео уезжает в манту. Если бы мы читали с вами какое-нибудь прозаическое произведение, там было бы написано «Тягостное молчание ночи длилось бесконечно долго. Они лежали молча, глядя в светлеющее небо, и не знали, как им дальше быть». Ну, я сейчас наговариваю какую-то береберду, потому что то, к чему они так стремились, их общее счастье оказалось мимолетным, и вот теперь оба они оказывались на грани гибели. «Ромео изгнан в манту, Джульетта остается одна, она понимает, что никто не перейдет к ней на помощь, и всеми силами она пыталась оттянуть момент расставания, и звучит ее первая фраза «Ты уже уходишь, но это совсем не жаворонок поет, пойми, это соловей, он поет по ночам, еще совсем не рассвет, не уходи, любимый, побудь со мной еще». И у нас есть большая предыстория о том, что чувствует Джульетта в этот момент. А в драме у нас написано просто «Не уходи». Это соловей своей неприятной на слух песней разорвал ужасное молчание ночи. Вот единственное, что нам позволяет судить об их настроении, это, во-первых, канва всей истории того, как они пришли сюда, и кто уже погиб, и какая была на это реакция. И фраза о том, что соловей разрывает жаворонок, разрывает ужасное мрачное молчание. Поэтому это один пример, а таких примеров многие сотни и тысячи по произведению, где мы не понимаем с листа, что в данный момент происходит с персонажем. Именно поэтому видеопрочтение, которое я записал, так важно, так как там я актерски проигрываю то, что с персонажем в данный момент происходит. Это гораздо легче воспринимать на слух. Что бы я хотел отметить, в принципе, во всем произведении? Во-первых, эта работа не показалась мне бесполезной. Не в том смысле, что люди получили этот текст, и вообще, в принципе, текст оформился. А в том смысле, что даже для себя самого, имея с текстом очень долговременный контакт, я открыл нечто новое, абсолютно неожиданное и чрезвычайно ценное для себя. Я открыл множество новых персонажей, второстепенных, на которых раньше я закрывал глаза, и которых мне хотелось из текста просто выкинуть. Это «Слуги», например. Я открыл для себя, пожалуй, самое ценное – это финал произведения. Потому как вопрос того, чем закончилось произведение, и какой смысл из него высекается, что мы должны понять и почувствовать, для меня всегда оставался открытым. Я на каком-то этапе предполагал один смысл, на другом этапе второй, но когда я дописал произведение в прямом смысле слова, на последней странице, переведя последние фразы, понимание, моё понимание смысла финала произведения в корне поменялось. Для меня это было сродни катарсису или катарсису. Это вообще правильно говорить катарсис, но благозвучнее говорить катарсис. Сильному душевному, духовному переживанию было для меня это равнозначно. Многие задают вопрос, почему на Западе Ромео и Джульетта люди, которые читают его не в переводе, Пастернак или Щепкин и Куперник, почему они-то воспринимают его неправильно? А дело в том, что они тоже читают его в переводе. Работая с текстом, у меня перед глазами, помимо других прочих вариантов, был вариант староанглийского текста, где справа были пометки того, как этот текст читается в современном варианте, в современном переложении. Многие вещи из того, что было написано в исконном тексте, были вычеркнуты, упущены или написаны противоположным образом. Почему? Потому что они звучат парадоксально. То есть люди, которые перекладывали на современный английский язык, не могли понять, почему персонаж говорит или ведет себя подобным образом. И они вносили небольшие коррективы. А поверьте мне, для того, чтобы сменить знак сцены с плюса на минус, не так много нужно изменить. Всего лишь несколько прилагательных. И это будет противоположная по смыслу сцена. Поэтому в исконном английском тексте нормальный англичанин, а тем более человек, для которого английский язык не является родным, читать Шекспира не может, физически не может, потому что это другой язык. Там по-другому написаны слова. Они выглядят по-другому. А в переложении уже есть микроскопические изменения, которые в целом, накапливаясь, довольно сильно влияют на смысл произведения. Самое комичное, что я встретил в тексте, это то, что Ромео в одном месте говорит «Я не могу идти вперед», а в переложении он говорит «Я не могу идти назад». В противоположном направлении. Это мелочь, но таких фрагментов довольно много. И поэтому и люди, говорящие на английском языке, так же, как и мы, не понимают всего происходящего. Особенно учитывая то, что Шекспир все произведение написал в виде вопросов. Не в виде ответов, кто кого убил, а в виде вопросов, когда в конце каждой сцены у зрителя остается ощущение непонимания, почему так произошло. Я подчеркиваю, в конце каждой сцены остается ощущение непонимания, почему. Почему кормилица тянет время, когда Джульетта спрашивает ее, видела ли она Ромео и что он сказал. Почему отец, фактически убивая свою дочь, насильно выдает ее замуж за Париса. Почему мать пытается расправиться с Джульеттой и подставить ее. Почему Меркуцио пытается навредить Ромео. Каждая сцена, каждая сцена вызывает вопрос, почему. Но на мой взгляд, это самый ценный язык, потому что если бы в каждой сцене были бы ответы, почему происходят те или иные события, это бы не имело для нас никакой ценности. Здесь ваша задача, как зрителей, как слушателей, задаться этим вопросом и искать на него ответ. И если вы его находите, вы сами создаете сюжет, и открытие будет для вас несравнимо более ценным, нежели бы вам написали, что убийство совершил Дворецкий. Сложный язык Шекспира в формировании истории? Безусловно, да. Ну а у кого он простой? Он что, в «Ежике в тумане» простой? Или в «Кинзадза» простой? Большая режиссура, она всегда декларируется, как очень ясная и простая, но имеет под собой колоссальный второй план, который требует от нас ответов. И именно формирование этих ответов нашим воображением и является творческим процессом, который зритель проживает. Возможно, если все сложится, то я схожу в гости к Дмитрию Юрьевичу, и этот ролик я хотел бы посвятить секретам, которые я обнаружил в тексте, более подробно. Поэтому, если все получится, если у Дмитрия Юрьевича окажется для меня время, мы такой ролик запишем, для того, чтобы его смогло посмотреть большее количество людей. Что теперь будет происходить с этим текстом? На сегодняшний день моя задача этот текст отредактировать, привести его к состоянию большей речевой гладкости, отдать редактору и напечатать книгу, для того, чтобы люди могли эту книгу приобретать и, возможно, это будет тот путь, при помощи которого удастся эту идею распространить более широко. Но на данный момент, в принципе, как в любой момент работы над материалом, стоит вопрос ресурсов, потому что одно дело сделать перевод, другое дело заниматься и постановками, и печатью книги, это требует больших временных, а самое главное, финансовых ресурсов. Соответственно, мне будут необходимы в данном случае спонсоры и какие-то финансовые потоки, которые позволят осуществить и первое, и второе, и третье. Так как на энтузиазме и даже на помощи от людей, которые покупают мой перевод, к сожалению, сделать это не получается. Но я обещаю бороться, не сдаваться и довести эту работу до конца, тем более, что это не точка, тем более, что это запятая перед работой над трагедией Гамлет. И есть очень хорошая и большая идея сделать этот проект международным. Вот мы сделали переложение на русский язык. Кто мешает сделать переложение на английский язык? Не в смысле этот же текст переводить. Не нужно такой катавасии, но, например, сформировать на английском языке новый текст в соответствии с теми реалиями, которые я обнаружил в тексте Ромео и Джульетта, и распространять его в том числе и на Западе. И, кстати, оттуда возможно черпать какие-то в том числе финансовые ресурсы. Это тоже идея, которой стоит заниматься. В любом случае следите за моей группой ВКонтакте, следите за моим каналом. Никакие новости мимо вас не пройдут. И посмотрим, до чего мы сможем довести эту идею, которая, безусловно, достойна воплощения. Музыка. 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 Музыка.